Всем привет! Днепр на связи! 28 декабря, 10.10. Ну что, друзья, у нас по обстановке. Были сигналы воздушной тревоги поздно вечером, был один ночью, на час затянулся почти до 3 часов ночи. В общем, были беспилотники. Сообщалось, что летят они по направлению к городу Днепр, к городу Каменское. Шла боевая работа в Каменском районе, по информации от мониторинговых групп. Шла атака на Запорожье. Беспилотники вошли прямо в воздушное пространство города. Сбивали в жилых районах. Жители, я думаю, слышали эти взрывы. Сообщалось о большой опасности. Казалось, что беспилотников очень много. Утром же, по информации от Игната, официально мы узнали, что было 8 беспилотников, 7 из которых было сбито. Наша областная военная администрация отчиталась о том, что было сбито 2 беспилотников в Криворожском районе. Что сбивали в Каменском районе, остается загадкой. Также в течение ночи был удар по Никополю, Никопольскому району, слава богу, без пострадавших. Что еще у нас в информационном пространстве? Данилов проснулся. Оказывается, он еще и предсказатель будущего дал прогноз для украинцев на 2024 год. Он указал на то, что это будет сложный год с тяжелыми решениями. Он бы очень хотел, чтобы этот год был годом нашей победы над Россией, нашей общей победы вместе с союзниками, заявил он. Может еще Тароллах стримы скоро начнет запускать. Что же касательно дел наших людских. Утром увидел ужасную фотографию. Какой-то мужчина тащил металлический крест, который украл на кладбище. Тянул, чтобы сдать на металл. Происходило это на Березинке. Такие дела. Я даже понимаю, с какого кладбища он это забрал. И основное, что колыхает, правильно назвал, колыхает же, информационное пространство в Киеве. Блокпосты, которые уже стоят кое-где по городу, передвижные, официально объявили, что с 28 декабря по 6 января 2024 года усиливаются контрдиверсионные. И, короче, нам еще против чего-то там забыл меры на Киев, в Киевской области. В общем, увеличивается количество блокпостов. Будут проверять места скопления людей, торговые центры, супермаркеты, вокзалы, больницы, медицинские различные места. При себе указывается, что нужно иметь документ, который подтверждает вашу особу. Как дополнение указали, что такая работа будет сприять также и разыскным функциям. Будут искать бандитов. По факту, говорят, что данными методами будут раздавать повестки. При этом те блокпосты, которые уже есть в Киеве, на них зафиксированы факты раздачи ТЦК повесток. Официально полиция сказала, что повестки мы не раздаем. Но Киевская городская военная администрация прокомментировала это так. Сказала, что в планах раздавать нет. Но если ТЦК пожелает присутствовать на блокпосту, никто им это запретить не может. Это их законное право. Так что завуалировали красиво. А по факту усиление мобилизации будут раздавать повестки. Я думаю, что в Киеве, наверное, возможно, это такие пробные этапы, которые потом перерастут на всю страну. Дай бог, чтобы я ошибался. Но предупрежден, значит вооружен. Ну, что поделать. Такие дела. Всем желаю хорошего дня. На данный момент у нас порядок. Видите, солнышко светит плюс пять. Погодка просто шик до конца декабря. Пусть вся зима будет такой. Меня это устроит. Напишите свое мнение по этому поводу. Нужен ли нам снег, мороз и, не дай бог, блэкауты. Всем бобра. И до нового выхода на связь.